Ну что ж, дамы и господа, дождались мы наконец-то третьего тура, и сейчас играет команда Dark Passage против TNS. Пока игроки загружаются, те, кто был с нами, все знают, те, кто не был, те, кто только сейчас появился, сообщают, что Dark Passage выиграли две предыдущие игры. И, как бы, сейчас не то чтобы можно проиграть, просто всегда команда Dark Passage доиграла все игры, все пять за день. В бан уходит здесь силищ с пугной, сейчас какой-нибудь Титан залетит сюда, или Клокверк. Судя по предыдущему игру, он просто обязан оказаться в бане здесь. Команда Dark Passage, правда, свой логотип не установила. Нет, у Виномансер в бан уходит. На прошлой игру, конечно, на Виномансере Команда Dark Passage неплохую показала. Лис на Виномансер, который создавал много проблем. И в бан уходит Титан. Но визажа топ-нон-стоп себе забирают. В принципе, сейчас такая борьба не очень ужесточенная. Кстати говоря, команда ТНС, она была на втором месте. Да и сейчас она, в принципе, там и осталась. Только одну выиграла, вторую не доиграла, что ли. Интересно. Либо там, может быть, она даже не началась. Но... Но показано, что она идет в лайве. То есть, Команда Dark Corps. Ага, вот не банят они Клакверка, потому что они его забирают себе вместе с Crystal Maiden. И будет ли это та самая связочка суппортов на лайне? Мы все увидим. Но... Были, были, были такие связки. Была один раз, точнее, такая связка на лайне в трипле. И... С таким большим потенциалом они себя не реализовали, конечно. Совсем. Хотя шансы большие. В таких-то пиках... С такими-то пиками. Не отстает своего... Нет, в принципе, как Лайнд отстоять, отстаивали. Легко, но... Когда просто не могут убить кого-то такими двумя чарами сильными. Это сомнительный уровень игроков просто. Но Команда Dark Passage не из этой серии. По-моему, у них поражения уже как... Четыре раунда... Два раунда подряд точно не было. Ни одного поражения. Вообще не было на самом деле, откуда у них взялись эти поражения в профиле. Мне кажется, там это какая-то опечатка. И... Вепера топ-лант-стоп забирают себе. Остается один бан. И, кстати, надо посмотреть бы инфу, что у нас творится в группе А. В группе А. Кстати говоря, команда VR, которую к Dark Passage разнесли, они прошли дальше в этот раунд. Но в этом раунде они сейчас на последнем месте у себя в группе А. Там же и команда Бум-Бум и Безбез. А... Команда Безбез выиграла Dark Passage на... А, нет. Они против Big Bulls играли на каком-то из фасткапов и там их выиграли. И... Тимбер, вот этот вот бан команды Dark Passage. Лич. Тимбер. Клакверк там не оказался, потому что они его забрали. И Титан. Они наблюдают вообще каждую игру. Поэтому... Те, кто видели, те поймут. Потому что мы все знаем это дело. И... Антимаг. Антимаг Вивер, а здесь Профит. И вот теперь вопрос. Будет ли РНТ играть на Клакверке? Да, скорее всего это РНТ на Клакверке. Это... Кристал Мейдена с Абадоном. Будут стоять. С кем-то еще в трипле и остается Миддер и Керри. Двух Керри забанили уже. Чего-то Антимага, видимо, сейчас может здесь показаться. Какой-нибудь Инвокер. Хотя... Бан Антимага явно неспроста здесь. Должен что-то здесь... Такое... Удаваться в пик. Так интересно. Блин, была бы какая-нибудь подробная статистика команды Dark Passage? Ммм... Кстати говоря, насчет подробной статистики сейчас можно сказать. 18 игр подряд не было ни одного поражения в Команды Dark Passage. И только против P-Gaming они проиграли. 19-го числа. Это, так говоря, было... Октября. Даже в прошлом месяце они 19-го числа проиграли. На Weekend Cup. Команде по гейминг. Но... Команда по гейминг... В прошлый раз, по-моему, не дошла у нас... До лобби. И игры там не было. Винга Инвокер! Вот с Инвокером будет интересно. Будет ли это опять Инвокер с рапирой? С Момом? Или... Это будет серьезная игра. Потому что когда был Вивер и Инвокер с рапирами... Там Некромены... Классненько... Вообще... Так, фанялись адски. Там вроде... А, и там же была еще и CM-очка. Да здесь Вивер и Баня. Нет, здесь не пойдет так игра. И... Вот команда... ТНС тратит много... Времени на... Свои пики. Баны. Потому что уже 25 секунд остается у них дополнительного времени. Но забирают они Вингу. Вингу. И следом сразу Клапу. И по бану остается. Я думаю, здесь банить-то нужно... Какого-нибудь... А, так. Вот у ТНС-то Керри Вайпер. А у... Дарк Пасседжев еще нету. То есть там какой-то должен оказаться Хардлайнер. Почему бы не забанить кого-нибудь Бриста? Который вообще... Стоять может где угодно. И своими шипами давать здоровых... Тычек там всем. Ну, есть время. Можно подумать. Хотя его не так много осталось. Всего лишь минуты-10 секунд. Решает забанить Джиггернаут. Ну, возможно... Потому что это... Вайпер Соло Хард какой-нибудь. А возможно, команда Дарк Пасседж... Не знает... Доты... Которая... То есть пришла... Хотя я сомневаюсь, что, по-моему, Вайпер... Часто пикается как... Либо Мид, либо Керри. То есть... Не знаю, по-моему, это... Сейчас в данной ситуации... В данном пике есть... Четырех чаров. Здесь очевидно, что... Тут Вайпер... Идет в Керри. И последний пик. Последний пик. Но минута есть здесь. Команда ТНС есть 25 секунд. Крезерное время. И они сейчас уже должны думать о кого-нибудь брать. Но Банджи Гернаута был... Безусловно, сомнительный. И это Мирана для РНТ. Хотя... Это, скорее всего, Мирана Керри. Так что... Мирана будет играть на Квэкверке. Некромайна Инвокере. И... Лампт... С Дэй Волкером. Кристалл Мэйден Абадон. Кто-то из них как? А вот... Класс НК играет... Мираня будет играть. Ну, я удивлюсь, если что-то будет не так, на самом деле. Последний, последний пик. 15 секунд остается. И это Лайстиллер. Но... Видимо... Будет трипла в Хартете. А... Вайпер соло ставит. Либо соло ставит будет Лайстиллер. Ну, да. Дэй Волкер, Ламп, Некромэн. Здесь понятно. А... РНТ на ком будет стоять-то? Клакверк Элимирана ему достанется. Ну, больше... По большей части, я думаю, все-таки это Клакверк. Ну, собственно, о чем я и говорил. Команда ТНС по составчику здесь. 3-2-1 играет на Лайстиллер. Суда играет на Визаже. Артес на Вайпере. Эрла на Квин оф Пейн. И... Джек Ачтак играет на... Чедак играет на... Винге. Нет, все-таки решает Вайпера отправить сложную. Одного... Не знаю, почему так. По-моему, было бы... Легче здесь отправить его в легкую. Чего-то команды сейчас... О! Опа, какой! Интерфейс здесь классный. С шестого ладера. И сейчас это 2-1-2. Серьезно? Да, это 2-1-2. Клакверк ЦМК. И... Абаддон Мирана. Ну, а баддон Смирана-то стоять будет против триплы. Хотя... Мне кажется, они об этом не догадываются. Потому что... Было... Как бы сказать... Рациональней поставить Вайпера в бот соло. А в топ послать триплу. Ну, я думаю, команда это поймут, и... Если что-то не так, то свапнуться. Мигает суда, мигает суда, вот нуль вард. Но здесь было видно... Крайшекам... Мирана. Ага, так он еще... С вардами у нас. Подожди, я ничего не понимаю. Это Кири Абаддон, что ли? Или что это вообще? Или это все из-за 2-1-2. Так понимаю. Или... Лол, или это лесная ЦМК? Ммм... Видимо, да. Это будет лесная ЦМК. Что-то это сегодня. Интересный джангл показывает команда ДП. Амиран здесь не остается. Ничего идет, кроме как гонять саппортов. И... Я думаю, все-таки нужно свапаться лайнами. Потому что фармить здесь будет сложно. Против этой триплы. Настойчивая. Зажатся в Алла Сэмпшен, первым вкачан. Абаддон. Что-то здесь. Понятно, творит. Есть Тану Винггин, но... Думают, забирать не забирать. Здесь есть стрела Амиран, нету липа. Но об этом еще не знают. Команды НС и... В ТОПе у нас... Так. Сюда первые и сюда. Ракеты летят. Неплохо. Цемочка стоит лес. По-моему, здесь Абаддон загулял. Стан. Проедая дерево, здесь визаж. Вешается щиток. Танго ест. Вести 30, 190 засос. Сэмпшен. 50 хп остается. Нечем, нечем. Нету ману Вингги. Лол. Не хватило. Просто ман на станции. С чем туда пошел Абаддон? Что-то Клюкверк у нас просел сильно. И Мирана сейчас может встрять. Ну, думаю. Просто необходимо делать тапаут. Да. В чем делать на топе? Я думаю, это просто с ваплайнами будет. Потому что здесь невозможно будет стоять ЭДА. Либо они вообще триплу на фрифарме оставить. Я не знаю. Полностью переберутся на топ. Стоять триплера. А Клюкверк вайпер сзади обходит. Включает батарею. Немного в стопе ставит. Коги в когах зажимает. Летит ТРУ. Попадает отлично. Бьют, бьют. Это должен быть минус. Да. Теперь с блатом. Ну, вот так вот поймали этого вайпера. А там один абадон стоит-то на боте у нас. Что-то вот с расстановками намудрили здесь, конечно, DarkPessage сильно. Ну, отжимают. Здесь, в принципе, это фрифарм. Зачем, я не понимаю, почему лампы-то постоянно здесь загуливают просто. Вроде один ластилер, но... Ну, это саппорт. Он стоит один на лайне. Пока что одного ластилера. Ага, сюда Клакверк летит. Четвертый левел. Тут сильно... Чего не сделаешь? Не влетишь. Есть рейдж. Ну, так что, это просто смена лайнов здесь. Пешком он дошел до этого бота. И я думаю, Мирань, не стой сейчас. Ай-яй-яй, сюда визаж, замедление. И отбивается колбой. Нет, не туда, мансиш. Нет, не туда. Эру. Надо было эру пустить. Что ж такое-то? Минус. Слишком долго вплотную стояли. Неплохие такие мансы. Были сейчас. Но прям вплотную с визажом стоять. И не посетить эру. Грали того, чтобы он тебе колбу не сбил. Конечно. Транное. Так, сейчас, может, есть ластилер встрять. О, есть батарея. Нажимает он рейдж. Теперь он не знает просто, чего делать. Нету, есть санстрайк. Будет ли? Да, минус. Это хорошо, что убивает ластилера. Главное, керри. Ну, Мирана здесь тоже уже убили один раз, так что. Практически здесь. Ой-ой-ой, здесь Куру потеряли. Инвокер слишком далеко зашел. Да, слишком много. Бемиджи, Соло Сэмшн, Стан. Все, влетело. Да еще и Куру потеряли. Что в Куре это интересно было. Блин, не посмотреть. Опа, и туман войны сразу. Почему-то туман войны у нас накрылся. Так, и славит Вингу и убивают ее. Как я вовремя, айда. Прямо на ракету Клакверка. Так, просто байт на Вайпера. Старшторм. Нажимать Эру. Летит Эру. Минус. Приходит Винга. Минус Армор не туда. Стан и... Нету липа сюда делать долго ТП визаж. Глейфон кинуть, наверное, не успеет. Штур тут Мирана. Центрии нету. Нет, Центрии. И дают пройти, но... Блин, но Мирана Эдлип через... Секунду, я думаю, можно как-то отсюда уйти. Все-таки. Как же по таймингу она выходит? Вардов нету, а... Делай-то все грамотно. Что здесь делать визаж? Непонятно, у него версия фастбайт. Но у вас санстрайк и Деру. Все в него прилетает. Как он сюда дошел так? Далеко слишком. Один. Много непонятно. Хукар будет стоять, видимо, Сабадон. Все это время. А, хук у него через 50 секунд. И, кстати говоря... Он... Вингу. Нет, правильно. Вингу забирал. Но почему-то у него хук. Когда я, видимо, промазал или еще что. Я думаю, он скука там забирает кого-нибудь. А что-то не очень. Куда-то ракетка летит здесь. Да, прочекать местность. Кристалка опять в лесу. 1590 голды у Кристалки-то. За два-то ассиста и за 13 крипов. Что-то многовато. Что-то... Да. 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 Что-то... Пока-то. и и что там сапауза такая интересная блокера это проблема 5 все продолжать 2 6 счет 6 минута и вот вот должен быть седьмой фраг я думаю где-то он будет на боте чувствуя когда хоккот катятся около кверка а они и не кроме сразу же отключается искатка ламп что-то знает принципе так как действительно париться вид здесь сила стилера и хук уже откатился но здесь могу сейчас кстати говоря мирана поймать и это будет не очень хорошо кристалка на по-моему на в лес летит да реализация далеко уходить значит этот грехе прилетит см к неужели не вид вот теперь вид этого визажа глейф прилетает на этого самого визажа и там минус санстрайк попадет до попадается на страйк на минус кристалка и минус вайпер неплохо сейчас вырулили ситуацию нашли этого визажа во время что в грехе прилетел вымирание то сложно было выкрутиться мне кажется заметит он здесь венгу а я и как он не достает хуком почему что это за баг был сейчас теперь погоня за абаддоном это минус даже ульту него не пожалели чтобы еще и клокок и зацепить на уходе через 2 секунды ставит лично и swap нет свопа слишком рано еще но все видели что сейчас этот хук он не прошел сюда он где-то вот здесь остановился почему-то интересно почему и теперь 4 8 но блин вот этот хук он конечно что здесь не в пользу там 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 на вайпера сразу коги миран при старт шторм дает эру не попадает ульта плита от миран от вайпера для сна клопа и это может быть сейчас клопа здесь надавать всем ой-ой миран здесь мидас умиран и мидасу ксм просто байт но это не более даггер это минус и клокверк уже сюда приходит но зацепить сможет только венгу блин это по-моему было очевидно сейчас что еще и сам может помереть здесь минус армор сейчас просто прыжок уже по товар до скрим и это минус сам страйк по двоим отлично но не хватает здесь демиджей инвокер а теперь сам страйк это нету на ластиллера что интересно но не закрепит на всех парах это минус не доживая здесь до регена чуть-чуть буквально этот ластиллер чтобы эти на и принципе наверно его он был не спас какие-то сейчас странные ошибки допускают команды арк пассаж эти два фрага последние были липится нет blink сразу же моментально блин как папы на миде по-моему хотят забрать инвокера блин вот этот хук клокверка конечно меня запомнился интересно что же все таки случилось здесь с дотой что же с ней произошло да все проще сгорит какая-то чт 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 и но и ой как так а ну все понятно фамильяры фамильяры вайпер ластиллер проблема так но здесь должны ловить венгу есть у нее swap нет не хотят серфик под tower старштором здесь фармливается мирана по намет от венги сейчас может быть хотела сделать господи 10 лет т.п. делай союз зажай венги но они сделали т.п. отсюда теперь то здесь товар будет пушиться лол для чего это был т.п. сделан непонятно а здесь и высадка на стиле он не сбил сам себе т.п. пытается улица лезть крипа пытается уйти нет вылезает и угрызается лаквюрка сам прожима здесь барабаны господи как они могли поймать вот теперь ловят и должны ставится коги здесь сан страйком еще да ну а потом почему то забирать его кристалку били в топе и вайпер здесь тоже оказался мертвым как-то пока там были побегушки зала селлером на боте мирана с одним только липом или стрелой она и на боли не хватит забирает тавар на боте форстаф появляется у нас у инвокера и урна оба дона мне кажется надо спушить тавар на топе надоедливый что это вообще происходит там как судак вопа между двух товаров попала а а вот так вот а потом пришел ульта в клокверка прилетела две секунды до хука ну в хукете уже ничего не будет здесь как-то здесь квапа залетел прямо между товаров но произошла беда сюда прилетает инвокер вот врывается клок как на вот самого вайпера вайперас отлично свапать венга но добивает его здесь инвокер и сразу же сзади соло сэмшеном добивает инвокера пизаж теперь погибает клок как здесь у нас что-то команда дарк пассаж рассыпается потихоньку и все идет не очень как они планировали наверно по моему потом принципе нормально сейчас тоже будет минус товара на топе с грейп хилл медальон но блин вижен это нету даже не то что вижен там не догнать просто будет я здесь надо дефать на боте товар значит здесь локсильвер сейчас будет пушить хотя он это делать не собирается только хотел сказать по моему по на то что ластильвер сильно отстоит потому что не тут только хелм появился из этого армита и все файсы барабаны грейв он не очень что мир она сейчас медас и с этим медасом и будет проще качаться фармить и выживать ну 30 к скорости атаки как бы тоже дает знать себе и что то сейчас все столпились здесь меди у нас тут инвиз клокверка есть хукис он сейчас увидит он вид видажа и лол куда пропал инвиз а клокверка как то он на таком рейнже просто его забрал отсюда до сюда достал совсем непонятно может быть тут пинг сейчас у ребят или либо у меня относительно них венга ждет кого свапнуть же под тавр минус армор на инвокере а на топе то второй тавр падает уже сюда вайпер прибежал сзади сзади стоит клокверка в инвиз инвиз сейчас может быть в лед ну блин кого он влетит там винга свапнется хоть и умрет надо влетать инвиз кончается закончился инвиз сейчас стоит ждет под деревьями термиран ультует еще один инвиз влетает на квапу нету нету уже блинка стан влетает блокверка свапает вот опять же о чем я говорил венга эту моментально квапу но погибает сама лучший пейзаж отъехал тоже моментально тут по-моему у него ульты ничего не было господи сейчас же сейчас же фамильяры здесь могут забрать эту цемку лол визаж и игры возобновляют интересно очень интересно сейчас визаж играет команд тнс показывает в прямом смысле агрессивную доту да все правильно сейчас делает по-моему это должно быть резонно вообще для дисклифика для дисквалификации такое поведение вроде как у нас здесь ладера происходит такие вещи да да теперь фамилия пресс дым наценку смог сам с ними прожимает она и уйдет конечно здесь так мы здесь танц раз прилетает клок вверх остается у него лоха п прилетает квапа скрим боги отлично и должны уходить через дальние недостатки ультой здесь это абадон еще срабатывает фамильяр и стал второй стан свап сразу абадона в обратную сторону стан прилетает него это минус абадон голос не плетит здесь по аквапе но не хватает демор чтобы добить именно минус 2 16 по товарам из конечно польза команды т.п. вот вроде как бы так немного дамажит потихоньку товара как бы а вечно чтобы просто байт сразу на вайпера тут кристалл мэйда новый год понятно все сразу жмит забирают здесь нс здесь большая пачка крипов на будет был бы здесь профит конечно грабы сложилось получше прилетается до рнт под смоком под смоком из команды нас должна сейчас обходить мерами здесь всех чекает куру куру вернули кури кстати архит висит сорчит все да прилетел арчит смог еще не пропал можно ворваться сейчас они зависит здесь абадона лол а куры все-таки убили под лет мирана сайленс и успевает последнюю секунду буквально делать ттп аут но тем не команда по наверно все на рошана сейчас пойдут нет просто пошли за парень хамьяров здесь все вместе форста в клокер этот нужный форста в который позволит оставлять властелера в когах так он снэп на визажа сразу прожимать ай батарея но здесь отлично сейчас спасает просто в этого клокверка то есть сейчас на него если арчит и только батарея не более была прожата забрали визажа так это папа влетела на неудачно конечно на всех потому что все влетели на нее так сейчас возможно придется переподключиться к игре чтобы вернуть на места туман войны так что пока что быстренько перезайду я в доту чтобы собственно поправить эту ситуацию что это странный баг постоянно появляется не знаю за чего когда туман войны просто напросто на одну команду действует это не есть хорошо сейчас наверно должно нормально все быть вопрос только нет скорее всего на канале трансляции сейчас будут да и туман войны нормально поправился свинка сдд пытается что-то сделать тп отменяет сюда сразу нажимаются стрела подойдут астирана если бингу там бы убила урна новости лера врезается он мирану со сэшену всем новый год отлично силе приседает визаж без визаж на стиле зарезает крипа кристалку ульту и до сих пор что делать это кристалмейден по-моему только что совсем никуда надо старштор может быть и да что делать и кристалмейден почему фамильяры раньше не составили мне интересно ко всем она она не выдала я не остановили и хекси здесь моментального операют минус чем клак вверх собирает ракеты и вот у кристалки появляется бкб такая боевая кристалка у нас будет бкб 4 варда ключевое и там сейчас принципе ну товар на миде на топе остался и на боте по 1 здесь остались можно было принципе на боте сейчас запушить инвокера замедляя здесь мирану метальон вешается вообще на абадона и манта кстати мира не приходит что немаловажно щитком здесь абадон будет драться сошли есть если то абадона койл китая сюда приходилось врезать в эту абадона есть колоквер под инвизом должен ворваться стрела прилетает в папу батарея прожимает папе отлично зажимает папу это минус папа остается здесь еще и абадон живой что-то на лхп врывается отлично клоквер прожимает барабан и должны драться здесь до конца да и это должен быть сейчас минус 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 4 собственно здесь еще остается здесь сбить то не было на самом деле нечем цемки а ну хотя если он там был ульту прожал а ульта-то прошла ульту прожимала первыми спелами если бы за спой за спамил был бы конечно не очень приятно это джим команды тнс джим команды